Приветствую вас, коллеги! 8 февраля правительство утвердило концепцию регулирования криптовалют. Наконец, появилась надежда на легальную торговлю и инвестирование в крипторынок. Несложно догадаться, что если по самым скромным подсчетам, россияне инвестировали в крипту более 2 трлн рублей, то ведь с этого можно и нужно брать налоги. Наконец, экономический подход побеждает запретительную практику. Да, расчетов на территории Российской Федерации в криптовалюте пока не предвидится. Но, главное, сейчас появляется хорошая возможность инвестиций и торговли криптой. Правительство опубликует конкретику 18 февраля. Чтобы не пропустить важную информацию, подписывайтесь на телеграм-канал Кселиус. Здесь также ежедневно опубликуются сделки трейдеров. Много интересной и полезной информации из мира финансовых рынков. Каждое утро выходит премаркет от профессионального трейдера. Ссылка под этим видео. И теперь давайте сравним все плюсы и минусы торговли на криптовалюте. Плюсы. Высокая техничность вхождения инструментов. Возможность закрывать позиции с соотношением профит-стоп 5 к 1, 10 к 1 и более. Высокая волатильность. Наличие маржинальной торговли. Возможность разогнать депозит за короткий срок. Высокая ликвидность основных монет. А теперь минусы. Из-за высокой волатильности повышенный риск сноса стопов. И особое внимание риск-менеджменту при маржинальной торговле. Отсюда вывод. Неподготовленным трейдерам придется сильно поволноваться в таком бушующем океане. Согласитесь. Сложно сесть за руль болида Формулы-1, если ты только получил водительские права и твой стаж вождения всего пару месяцев. Однако это не останавливает начинающих трейдеров. Это гораздо более увлекательная торговля, чем на срочном рынке Московской биржи. Это хорошая возможность заработать неплохой капитал в короткие сроки. И вся разница заключается в том, что торгуя на Московской бирже, все прозрачно. Твой брокер является налоговым агентом и вопросов с правильностью и своевременностью уплаты налогов не возникает. А вот на криптобирже этот вопрос до настоящего момента не был решен. Как легализовать доход, полученный от операции с криптой? Какие документы трейдер должен предоставить в налоговую? Каким образом налоговая будет рассчитывать правильность уплаты налогов? Не сложно догадаться, что мало кто прибегал к практике сознательного декларирования упомянутых доходов. Теперь в этом вопросе появляется свет в конце тоннеля. Итак, коллеги, ждем 18 февраля, знакомимся с конкретикой и надеемся, что правильное начинание продолжится. Следите за нашим телеграм-каналом, там оперативно выходят важные новости. Но, если у вас нет еще практического опыта или он довольно мал, то для вашего удобства я отобрал со всего огромного канала Xelius 5 роликов в специальном плейлисте, которые помогут вам за достаточно короткий период грамотно освоиться в трейдинге. Ссылка на плейлист под этим видео. Удачной вам торговли, не попадайтесь в ловушки рынка и до новых встреч!